сейчас я хочу сказать немножко о том что происходит об истерике о панике и о коронавирусе и об эмоциональной наркомании но давайте посмотрим вот истерика паника да конечно это все вызвано искусственно коронавирус стал врагом номер один и что произошло произошло удивительное уровень доверия к власти начал расти и во вторых власть сама как бы пересмотрела немножко свое отношение к людям к некоторым людям к людям некоторых профессий например к врачам и по-видимому стал оценить их труд больше потому что мы видим что зарплаты у врачей выросли ну там где они выросли я не могу я не знаю статистику там по всем странам но по крайней мере в некоторых странах зарплаты выросли престиж профессии врача вырос и ну престиж появился и мы видим также что люди стали больше доверять власти проблема была конечно в том что в тотальном ну я бы не сказал что тотальное недоверие но некое охлаждение охлаждение и конечно власти недостаточно открытые недостаточно прозрачные и кстати говоря ведь до сих пор вот правильно говорит доктор кук а у доктора кука есть это как бы способность зреть в корень видеть основные проблемы не только у его клиента да но и когда речь идет о социуме ведь целый социум может быть клиентом психиатра и таковым и является так вот одна из социальных проблем социальных патологий я бы так сказал связано с тем что люди могут только выбрать власть но они не могут отозвать свой голос они не могут повлиять сделав ошибочный выбор осознав что их обманули они не могут никак повлиять на сделанный выбор они не могут повлиять на этих депутатов на этих политиков вот это очень серьезная вещь серьезная проблема которая требует решения требует предложения наших интеллектуальных сил знаний для того чтобы эту проблему решить раз вот и мы видим что с этим коронавирусом что для чего это все придумано политтехнологии это для того чтобы поднять рейтинг доверия власть это первое второе люди действительно очень странно себя ведут это массовая истерия которая наблюдается где она наблюдается как мы знаем и вот это истерическая реакция при большом скоплении людей на религиозных собраниях вот мы видим да эти экстатические собрания истерические явные на рок-концертах на футбольных матчах кстати говоря вот именно люди этих сфер деятельности получают больше всех денег то есть в принципе это массовая истерия она поддерживается она подогревается она но она при этом контролируется конечно и конечно такими людьми очень легко управлять очень легко манипулировать мы это видим прекрасно сейчас когда в масштабах ну практически всего мира опробуются эти технологии массовой истерии вот и нужно это еще раз подчеркнул для того чтобы укрепить систему власти и подчинение только с этой целью это делается как будто бы люди никогда смерти не видели вот я например как бы был свидетелем о смерти вот двух моих родственников вот я видел их трупы пожалуйста это тяжелое зрелище конечно мы же прекрасно знаем что смерть есть но почему и что каждую минуту там каждую секунду умирают люди но почему же мы здесь проявляем такую как бы неадекватную реакцию потому что конечно вызвана массовая истерия вот хотя люди умирают в том количестве в каком они и раньше умирали вот дальше что я хочу сказать еще эмоциональная наркомания вот конечно вести себя подобным образом не управляя своими эмоциями мыслями могут только эмоционально неуравновешенные люди психически нездоровые эмоционально нездоровые люди которых очень и очень много среди нас мы мы это зависимые люди потому что есть вот эмоциональная наркомания связана как раз с этой эмоциональной зависимостью от негативных эмоций да чувств зависимость от негативных эмоций вот что такое эмоциональная зависимость и люди хотят слышать плохие новости сообщения о катастрофах о несправедливости о проблемах всевозможных в детствиях они хотят бороться хотя это борьба лишена смысла и так далее они хотят негодовать возмущаться эмоциональные наркоманы как правило это люди у которых есть проблемы с интеллектом часто это люди слабоумные уже да то есть вот развивается это слабоумие у них отсутствует критическое мышление конечно критические способности притупляются мы это видим когда информация не воспринимается критически у этих людей как правило были зависимости ранее может быть и есть и сейчас сопровождают эту эмоциональную зависимость эмоциональную наркоманию но это как правило алкогольная зависимость любовная зависимость мы знаем что очень огромное количество людей находится в невротических любовных отношениях мучают друг друга пытают психологически психологически насилуют физически так далее это люди глубоко неудовлетворенные и счастные конечно это эстероидный тип психопаты вот и такие люди ищут вот являются как бы пылесосами этих негативных эмоций им постоянно нужно возмущаться негодовать таких людей очень много во власти потому что мы знаем что во власть приходят люди которые похожи на своих избирателей потому что избиратель не будет голосовать за человека который на него не похож глупый человек никогда не проголосует за умного человека так же как и умный не проголосует за дурака вот поэтому они выбирают себе подобных эти люди приходят к власти и вот начинается то что начинается поэтому что в этой ситуации нужно делать конечно ну сохранять спокойствие да раз в этой ситуации нужна психотерапия массовая психотерапия и как никогда нужны нам психотерапевты психологи которые будут объяснять рассказывать людям о том что происходит с ними самими кстати говоря вот на нашем канале здесь очень много сейчас я наблюдаю просто поток вал негативных комментариев в адрес бывшей монахини Валентина Муренковой настолько негативные настолько агрессивные настолько так-то много злословия злоречия ну вот пишут просто вампиры энергетические да токсичные люди которых очень много среди верующих людей почему потому что эмоциональная наркомания она связана с чем с привязкой с зависимостью от негативных эмоций религия как бы в себе эти негативные эмоции способны дать потому что в ней заложено деление мира на своих и чужих на добро и зло на бога и сатану на праведных и неправедных и так далее и вот религиозный фанатик скажем так а на самом деле это ну он и есть эмоциональный наркоман выискивает этих неправедных эту сатану и в полной мере полной мере выражает свои негативные эмоции вот то есть для чего это делается чтобы это делается людьми которые в силу их ригидности раз и психического нездоровья вот эмоциональные наркоманы понятно это люди нездоровые это люди зависимые поскольку они не могут управлять своими мыслями и чувствами они не могут сохранять спокойствие здравый смысл рассудок эмоциональные равновесия они постоянно срываются вот и мы видим как раз что мы знаем как раз о том что массовая истерия она присуща религиозным собранием религиозным людям это такая вот пороховая бочка которая поднести спичку и они взрываются но вот такова природа религиозного человека его природа истеричная конечно это психическое нездоровье и подобное проявление не может быть нормой поэтому это массовое скопление людей но оно и опасно я думаю что власти это почувствовали тоже не в принципе ведь власти живут в довольно таки комфортной среде очень 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 мало как правило они устраиваются у них хорошая зарплата их невротическое чувство безопасности получает определенное удовлетворение потому что ну что да у них они могут на зарплату свою приобретать определенное имущество вот то все то что дает им вот это вот иллюзорное чувство безопасности защищенности иллюзорное и и они конечно не любят иметь дело с проблемами и с проблемными людьми и вот поэтому конечно сейчас а да а проблемы эти постоянно происходят вот дело в том что в любой стране есть повод причины для бунта для революции и мы видим что вот в Европе это происходит это Франция посмотрите да уже сколько времени там люди выходят на улицы и так далее Испания Италия другие страны где это все зреет где может быть этот нарыв не прорвали но не прорвался но он зрел и все это чувствовали вот это в воздухе это напряжение эмоциональное вот таким образом снять чтобы снять его да нужно разделить людей да чтобы они не скапливались вот это по квартирам по квартирам мы можем их распределить и уговорить 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 уломать убедить оставаться в своих квартирах ну вот дальше да да и посмотрите даже религиозники отказались от проведения служб ну это закон да это уже закон просто они и не могли поступить вопреки закону должны были согласиться да то есть это добровольно принудительно то есть идет метод убеждения с одной стороны а с другой стороны метод санкции запретов закона да принуждение вот давайте теперь посмотрим что происходит сейчас эм сейчас происходит следующее никаких причин для паники нет я сегодня прихожу в магазин все есть что мне надо лимонов не было сегодня но их привезут но я думаю что в другой торговой сети лимоны есть раз спрашиваю у продавца есть ли дефициты нет ничего нет дефицита никакого все как бы что мы видим в СМИ в СМИ мы видим истерику продолжающуюся истерику вот я сегодня читаю якобы там монолитическую статью в одной газете но она совершенно тупо умная вот совершенная тупость не выдерживает критики никакой избирательность восприятия и только плюс явное скудоумие люди которые это пишут они устроены вот это очень интересно эти все люди они все при пределе находятся они все устроены они все получают зарплату свою они имеют как бы ну как бы претендуют на то чтобы быть лидерами общественного мнения чтобы с их мнением считались ну или по крайней мере выслушивали его дочитали чтобы оно было опубликовано вот поразительная тупость этих людей поразительная тупость которая вросла просто вросла вот в эту государственную норму в государственную политику в государственное устройство поразительное однообразие мысли которым тоже можно пытать между прочим пошлостью матом можно пытать вот то что происходит сейчас то что происходит и у людей опять опять вызывает это озлобление озлобление и еще большее ощущение тревоги паники надвигающиеся катастрофы и чувство одиночества вместе с тем потому что люди изолированы друг от друга и конечно ощущение абсурдности жизни ну вот мой предыдущий ролик об абсурдности посмотрите да и конечно это вот эмоциональная наркомания опять которой мы приходим опять это зависимость и опять же вызов нашей способности способности нашего разума мыслить критически управлять своими мыслями и чувствами и жить своей жизнью вот что происходит удивительная вещь с одной стороны тупость страх паника чувство одиночества социальная разобщенность абсолютная вседозволенность власти потому что никто не говорит сейчас о том что их права и свободы нарушаются никто не говорит об этом право на свободу передвижения и так далее и так далее да то есть люди легко отказываются от свободы как мы видим своих прав им конечно же объяснили почему это нужно сделать отказаться и объяснят любой другой в любом другом случае когда нужно будет развязать войну там ну и так далее и так далее людям объяснят дураков всегда обведут вокруг пальца запугают убедят поступать невыгодным для себя образом терпеть и поддерживать систему власти и подчинения вот что мы видим сейчас быть эмоциональными наркоманами то что им и нужно то что ему нужно в конце концов если кто-то там слишком будет эмоционально наркоманить то его можно упрятать в психушку или ее и если слишком будет мешать да то есть людей отвлекают от от своей жизни просто и вообще от жизни от реальности людей отвлекают с помощью вот страхов политтехнологии масс-медиа мнимых угроз вирусов и так далее и тому подобное вот значит что я хотел сказать еще что бы еще хотел сказать конечно люди не осознают даже свою что как они себя ведут своего поведения что они по сути марионетки что они не принадлежат себе да даже как в случае там с вот этими нападками на бывшую монахинь варень варень муренкову казалось бы какое это имеет отношение к жизни этих людей не смотрите не слушайте но вы верите в бога верите ходите в церковь и ходите живете этой жизнью и живите вам же никто не мешает это ваша жизнь якобы но они вот как собаки злые собаки бросаются да срываются с цепи и набрасываются защищая непонятно что то есть понятно что защищая защищая по сути что вот эту ну что они церковь что ли защищают нет она же не нуждается в защите ей ничего ничего не угрожает церкви ничего не угрожает а что они защищают да они ничего не защищают бога они защищают если бог это допускает все таки ему все по барабану должно быть бог если захочет то превратит в соляной столб сам он же не беспомощный по идее это тоже не бога это богу не надо мы с церкви не надо это богу не надо кому это надо это нужно вот этим больным людям прежде всего для которых вот этим эмоциональным наркоманам чтобы излить свою вот эту желчь злость ненависть агрессию и вот мы пришли к тому что людьми управляет что на самом деле механизм агрессии и что все сводится к чему к психологии поэтому решение любой проблемы лежит в плоскости психологии когда мы поработаем над собой станем психически здоровыми избавимся от жестких установок ложных целей ложных ценностей ложных мотивов ложных убеждений от слабоумия когда мы сможем развить свои критические способности интеллект тогда изменится наша жизнь она будет гармоничной красивой легкой свободной мы будем жить в балансе в равновесии мы будем счастливыми людьми пока этого не произойдет у нас будет то что мы имеем поэтому главная победа это победа над нашим негативным мышлением как только мы победим это негативное мышление станем победителями наша жизнь полностью поменяется это нужно понять осознать и начать действовать вот как мне это удалось так же это удастся и вам так же нам Продолжение следует...